доброго времени суток с вами аракис и в этом видео мы будем по просьбе одного из подписчиков открывать ему свитки сегодня с нами роман роман привет вот и так посмотрим что у тебя сегодня есть что насобиралась как видите то есть человек в игре не полтора года играет поэтому новенькие но свитка вы видите достал насобиралась достаточно немало будем открывать мистики до первые и свет тьму ну надеюсь тебе подфартит не так как мне так как я недавно десяток открывал мистиков все тройки ну в принципе чего ожидать после двух первородок и так поехали ну же я думаю будем комментировать каждого монстра на твоем этапе это точно нужно ну так скажу по поводу этого импа честно корм абсолютный корм мало чего он может он такой более тонковитый но если кстати если хочешь на на арене там добраться до одной голды и так далее есть такой имп под именем тару тару или тару на него есть с дэшка кстати он двухзвездочный монстр изначально сейчас эти пиво покажу на самом деле имба для такого этапа так как он отчасти чем-то напоминает копера то есть медь сейчас эти покажу этого тару где он у нас самом начале должен быть тару тару поначалу я его тоже начал раскачивать но так как он я сгексил вальку валька мне решила больше проблем чем тару но старую некоторые сидят вот я знаю что в атаке многие используют так где же он а вот он вот первый звездочный монстр то есть на эвейке сейчас мы до него докатим у него появляется третий скилл который достаточно имбоват и в принципе он не зависит от защиты игрока там и все тому подобное то есть вот его скилл то есть он абсолютно игнорирует броню неважно сколько там будет у персонажа там 5000 брони 1500 400 и под расколом или он или наоборот защиты то есть он абсолютно игнорирует защиту плюс 50 процентов крит рейд бонус что это значит то есть это к примеру у тебя на этом персонаже будет 50 процентов крита с третьего скилла ты будешь всегда критовать единственный минус это если будет против тебя такая как а кассис к примеру она кидают своим третьим скиллом щит защита открыта открыть шанса вот поэтому он сможет не всегда критовать но в принципе советую так скажем сделать этого тару заморочиться там в данже в каком-то так как возможно он эвейкнут и упадет тебе не желаю конечно не советую чтобы он упал но бывает и такой плюс видишь у него родная скорость 114 он достаточно быстрый в скорость его не советую конечно разгонять но около 140 150 ему достаточно будет для арены также его минус это конечно же хп не особо он толстый но на то он все-таки dd он ваншоттер то есть к примеру в таких средненьких рунах там на этап 4 5 звезд он сможет тебе выдавать дэмэдж там около 15-20 тысяч ну 20 возможно вряд ли но 10-15 это фактически гарантирую а достаточно много когда у монстра там к примеру на твоем этапе 30 уровня там около пяти десяти тысяч хп следовательно ты зашел если твой тару походил он стабильно кого-то там выносит вот поэтому будет неплохим вариантом так продолжим дальше вызов наших свитков так едем дальше ну же кстати чтобы хотелось пятерок все хотят за раз это же все за раз а вот кого еще шаман нет да в принципе они всех все они неплохи так выполнен пьяный мастер ну для начала в принципе неплохой персонаж он по-моему подхиливает тут своим вторым скиллом но до подхиливает так скажем в лайте пьяные мастера не особо крутые поэтому вывод корм едем дальше ну же где же звезды так без мастер неплохой кстати dd так как вот у него есть пассивка который с 15 процентом шанса он игнорирует деф принципе можно использовать если у тебя нет к примеру огненного dd неплохой урон он выдает видел я вот даже на арене даже в защите к примеру я там все подумал что без мастер точнее beast hunter на арене ничего не сможет но он шотнул мою часунку и я офигел до поехали дальше учишься где учишься школу мучаешь о бернард кстати у тебя его по моему нету да один из имбовых троек серьезно вот его но не сразу на 6 звезд поднимать 5 звезд он точно достоин если он в идеальных рунах там очень хороших скорость ему порой догоняют до трехсотки и это не предел он один из самых быстрых персонажей в игре то есть 110 и когда ты его и выгнешь не будет 111 вот своим третьим скиллом она разгоняет твою пати плюс дает еще и баф на скорость реально классный персонаж плюс у него лидерка достаточно неплохая если ты там задумаешься к этому вальку сделать либо еще кого-то 30 процентов для вина винт атаки это очень много короче имбовый персонаж ходит быстро ходит часто всю свою пати бустит на скорость еще и со второго скилла раскол кидает на атаку и на защиту то есть он используется ну фактически до везде начиная там с арены то заканчивая гв-шкой там во всех данжах да везде его используют люди имбовый персонаж я не говорю что тебе а вау как повезло естественно на те кто там на сороком уровне у них этих бернардов там по 50 штук было но все таки если у тебя его нету персонаж очень хороший вага огня такой себе персонаж скажу не особо что он себе может показать что что да света света да он лучше он топовый вот свет свет жжет где же звезды где же оау зайрос тайрон ну честно поздравляю многие тайрона ждут какие к ту же хлою ну с хлои особо не сравнишь но тайрон тема помню когда он мне выпал я очень радовался так как это один из топовых контроллеров в игре его можно сравнить с вирадом его можно сравнить с пиреткой огня кого там еще ну короче он ходит в пятерку лидеров по так скажем контролю и я думаю свое первое второе место он точно держит где его можно использовать но в первую очередь на арене одевают его через два сетапа то есть это либо на скорость для того чтобы он походил чуть бы не первым и своим вот третьим скиллом заморозил фактически всю пати скилл третий у него с огромным шансом то есть он по сути дела стопроцентный защититься от него тяжело и на практике если взять пять монстров там не знаю в данже он четверых почти всегда им морозит плюс там он откат откат у него понизится с проточкой второй скилл тоже достаточно неплохой особенно если ты его используешь на арене против таких как ахман если ты его будешь использовать против вердыха или ведро он своим вторым скиллом кидает гланц следовательно огненная стихия да и любая на которую залетела она не может не вешать дебафа не критовать а для ведра и ахмана это конечно же смерть так как не может помочь своем пати и при эвейке первый скилл у него ох серьезно начнешь его качать будешь удивляться первый скилл у него выдает то одну атаку то две мой рекорд на моем тайроне по моему девять или десять атак мульти атак в одно лицо и то после естественно этой девятой либо десятой атаки персонаж умер возможно он бы дальше стал продолжать то есть это мульти атака с 30 процентным шансом при эвейке конечно же появится этот шанс в теории в китайском так скажем рандоме то есть этот шанс блин по сути дела ты можешь и миллион раз им ударить но на практике видно корейцы не настолько психануты все-таки какой-то там шанс наверное снижается ну так скажем поздравляю поздравляю очень хорошая четверка едем дальше да 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 подобные скиллы вот только рок сразу дает ну вот эти вот мульти атаки в одну секунду там порой даже не заметишь сколько он там дал этих атак а а у тайрона он одну выстрелил вторую третью там будет видно и кстати многие говорят что якобы если его одеть в деспайр то только с первой атаки то есть когда он первый раз атакует можно застанить персонажа на практике это не так то есть ты можешь с первого раза допустим 25 процентов шанса у тебя есть же с деспайр сета ты можешь застанить либо нет со второй атаки то есть постоянно обновляется шанс вот как бы прикол этого персонажа что-то тебе-то мастеров везет тоже вторым скиллом хилит но опять же такой себе персонаж хотя чуть получше мне кажется чем ветра по-моему в гексе они не используются поэтому сугубо корм не нравится мне эти мастера так мамонт огня скажу так себе топовыми мамонтами являются естественно вода и тьма на там втором месте наверное идет все таки свет так как он там от третьего скилла бьет по от точнее максимального хп монстра там либо босса то есть он очень хорошо я думаю будет заезжать при обновлении вот которая грядет в декабре которые все ждут я думаю неплохо будет убивать боссов так опачки зайрос ну же я уверен тебя сейчас там казнят тебя до 30 в уровне хлоя но эти вам сказать так что уверяю тебя она получше многих пятерок я бы если бы к примеру у меня бы ее не было я бы за нее отдал бы сейчас и вирада и кого там кто у меня там еще из нерадивых пятерок а хелл леди воды я бы двоих бы их отдал бы за одну хлою уверяете многие год-два там ну полтора уж точно играют и у них нету хлои так что да я уверен в комментариях тебя точно на костер закинут блин класс по качаю сто процентов она также даже в и в данжик заезжает ну естественно ее первое предназначение это арена на арене она имба этот ее третий скилл кстати понизится откат с 8 до 6 обалденный мне кстати повезло я когда начал и дэвилмонами кормить вот на нее дэвилмонов точно не жалко это один из тех персонажей единственный вариант если ты прокачаешь второй скилл и третий то на первый конечно же дэвилмонов не трать то есть ну нет смысла того что она будет быть чуть чуть сильнее своим первым скиллом ты понимаешь вот самое главное это раскачать третий скилл то есть понизить откат блин это бомбезно и лидерка неплохо особенно если есть у кого копер то есть 27 процентов на арене абсолютно для любой стихии для любого персонажа блин капец да то есть 20 свитков уверяю тебя это очень хороший расклад блин радуюсь как будто себе вызвал о боже да тебе вообще сегодня везет ну же ай-яй-яй был бы это а хотя нет стой тревор у тебя есть правильно же вот тебе вот тебе и корм для тревора то есть когда бы смотри мой тебе совет вдруг ты не знаешь раскачай вот этого до пяти звезд то есть повыси его на пять звезд а когда ты тревора будешь апать на шесть звезд используя вот этого пятизвездночного как ну во первых как корм для того чтобы повысить тревора на шесть звезд плюс да прокачаешь скилл ему то есть очень неплохой вариант я бы тоже хотел побольше так как у меня сейчас есть карл вот карл и тревор они ну чем-то похожи только карл больше в атаке используется а тревор и в защите тоже неплох блин 20 свитков везет но хлоя конечно да уж я же говорю тебя на костер многие посадят и на кол так мумия по мумиям скажу честно как и по франкенштейнам франк огня такой более-менее неплохой но для начала игры так как его третий скилл конечно же в раза два приблизительно в одинаковых рунах будет меньше бить чем копер хотя у копера зависит от дефа а у франка пофиг то есть неважно какая защита он бьет игнорируя защиту но единственный минус он сам себя станет на один ход это тоже минус поэтому нужен иммунитет для того чтобы он себя не застанет вот едем дальше так опять вага звезды и он ушел и ему опять дали ветра второй ком корм неплохо в принципе что 2 до вилмона вызвали так ты вернулся ты видишь да что тебе выпало второй так что да ну тревор скажу так скажем это имба из четырех звезд он достоин и пяти звезд очень сильный персонаж так это кто у нас понятно ну он послабее конечно чем огненный так что если захочешь можешь прокачать но так как у тебя появилась хлоя то сделал тебя не в проворотах также тревора прокачаешь так едем дальше пять свитков ну что же это получается у тебя сколько раз уже звезды были четыре до или пять капец уже неплохо принципе с 22 свитков сейчас мы конечно же за и раз еще словим под конец о ну почему бы нет знаешь в принципе вот я тебе расскажу по поводу этого джеффри раньше он использовался на b10 драконе почему потому что он своим треть у дракона на b10 была не был не иммунитет а неуязвимость кидалась на него от башни ну то есть не пробивался урон а джеффри один в соло проходил b10 даже пятизвездочный почему потому что он постоянно воровал себе этот эту неуязвимость и следовательно дракон его вообще не пробивал а за счет своего первого скилла но он вешает доты на три хода он и убивал дракона то есть это была имба разрабы видимо заметили это и поменяли скилл сделали иммунку то есть поэтому сейчас джеффри ну не особо так скажем хороший персонаж хотя он хилится плюс ворует один из бафов любой на рандоме где его можно использовать часто я его видел как используют в башне хотя не могу понять для чего он больше используется как dd плюс он почти никогда не умирает потому что хилится с каждого хода на 30 процентов в принципе неплохой корм 4 звездочный так что вот едем дальше так о грифон кстати огненный смотри у тебя вариантов два ты можешь его оставить и на перспективу для того чтобы использовать его в башне вот к примеру вот сейчас на 30 этаже который мы возможно снимем под конец видео он тебе бы очень помог так как третьим скилл кстати это самый быстрый персонаж в игре так как после эвэйка он получает плюс 15 скорости и один за эвэйк у него становится родной скорости 126 то есть у многих грифонов огненных в сумме с тотемом со всеми делами там с лидеркой получается около там 350 скорости представься да к примеру 350 скорости то есть он ходит раза три-четыре налегке плюс третьим скиллом он понижает атак бар синюю полоску всех персонажей массово плюс закидывает дебаф на скорость короче это отчасти собрат бернарда их часто используют вдвоем как пару поэтому я же говорю ты либо скорби бернарду ну для скиллов либо оставь его для башни на перспективу франк ну корм в принципе не особо хороший персонаж смотрим дальше ну и опять бист хантер так доехали мы до лайк дарка свет тьма но же желаю тебе хотя бы широ тьма почему хотя бы ладно в принципе тоже в лейте используется часто персонаж вот сейчас мой тебе совет и точно его не скармливай не скармливай даже если у тебя попадется дарион так как дарион по моему же двухзвездочный персонаж короче скилл ему легко будете проточить тем более у тебя огненных уже там по моему двое то есть этого персонажа закинь там в глубокий какой-то ящик пускай он у тебя пылится до там я не знаю до когда ты дойдешь на арене до одной и выше голды так как его ну третий скилл в принципе имбовый он для себя не для всего пати для себя он откатывает то есть скиллы быстрее то есть то есть по сути дела он каждый свой ход сможет кого-то агрить то есть он очень неплохой контроллер на арене плюс у него много хп брони родных достаточно неплохой персонаж хотя опять же света лучше но оставьте мы тоже какой-то там долгий ящик ну же офигеть звезды пират 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 честно говоря не помню его скиллов сейчас нужно посмотреть на его третий скилл не помню что он делает сейчас мы его и заценим по моему неплохо но сейчас мы посмотрим топовым конечно является вода так как он неплохо бустит всю свою команду и понижает массово защиту где он там делал этот пират принципе уже повезло мне за девять месяцев один раз звезды были с лайк дарка и вот это вот недавно карл не выпал удивляюсь когда у кого-то там на восьмом девятом уровне уже там есть не знаю какой-то там пятизвездочный там либо свет либо тьма вообще такой бред жаба давит и душит так где он где он где он где он ты увидишь что-то либо я слепой либо тапочки кто-то забрал то не пират вот я на него смотрю и думаю что это самурай так третьим скиллом скажу так тебе тоже в принципе таки повезло потому что насколько я помню да на брига же недавно был хох вот и его фармили все не знаю чем я был занят я тоже хотел его нафармить принципе очень неплохой дд он своим третьим скиллом блин будет шотать персонажа неплохо советую раскачать во-первых у него стихия света следовательно стихии света пофиг кого бить то есть ты гланс никогда не будешь видеть разве что от каких-то там скиллов либо дебафов на себе он всегда будет бить четко всегда по сути дела одним дэмэджем в любую стихии кроме тьмы тьму ты будешь быть чуть чуть сильнее там на 20 процентов вот а лидерка 40 процентов в гильдии тоже неплохо в войне гильдии то есть тоже советую его раскачивать как многие его используют даже как основного дд второй скил у него тоже неплохо он понижает атак бар на 30 процентов пару нам что советую ну лучше наверное будет самым идеальным вариантом на него будет это веол плюс ответ но это уже на перспективу и там на дальнейшее и так далее сейчас максимально ему нужно повысить атаку и шанс крита ну и крит дэмэдж то есть вот такие вот статы самые важные то есть неплохой очень вариант попался так сейчас в общем так скажем уверяю тебя повезло тебе на персонажи так они по моему у тебя все внизу будут но хлоя да самый такой конечно же лучше что тебе выпало это естественно хлоя на втором месте я считаю брик плюс неплохой корм для твоего же тревора так что ребятки позавидуйте нашему человеку который решился все таки вызвать очень неплохой улов так что в принципе будем прощаться передавай приветы кому привет всем посмотри за видео спасибо за просмотр ну и до скорых встреч в гильдии кстати у тебя же гильдия еще есть может кому-то в гильдии хочешь передать привет сейчас мы посмотрим кто у тебя вообще есть там так наверное нет у меня друзей так что ты недавно в гильдии? да ну вижу понятно начинающая гильдия в принципе ты здесь я так понимаю самый большой а нет не самый большой уровень но ну понятно начинающие гильдии так что скоро скоро будет вырастать ну да все что забыли сейчас мы попробуем пройти башню и так сейчас посмотрим и так сейчас посмотрим смогу ли я пройти так как состав в принципе ну его ничем не поменяешь нет рун на других персонажей сейчас мы попытаемся пройти тридцатый этаж и так будем проходить естественно не на авто так закинем баф так здесь кого не убиваю у всех постоянно работает так откат скиллов так как клюма у меня никогда не было поэтому я просмотрю скиллы интересно ну думаю будем убивать по одному так кому-то откатим скилл сейчас хотя с другой стороны ой очень что-то притормаживает ну 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 что же вы все набросились на бедного хлопчика ай-яй-яй так понизим скорость так кто у тебя там брат или сестра сестра о слушай достаточно неплохой у тебя Тревор я тебе так скажу а так сейчас порежем наверное все-таки деф честно говоря ожидал хуже что твои персонажи тут вообще ничего не смогут сделать ну если ты говоришь доходишь до босса я думаю попытаемся по крайней мере пройти так ну же в принципе неплохо да самое главное это эвейкнуть тебе сильфа барретту вот ну и всех в принципе по эвейкать так что собирай побольше эссенций так и постарайся одеть шэнон в диспайр то есть сет диспайр который дает 25% шанса стана и барретту тоже и башню ты если ты оденешь этих два сета пускай они там будут самыми там плохими ты в башне я думаю и сороковой резко осилишь потому что эти эти сеты они очень решают так кого мы будем убивать я думаю первых фей так как они подхиливают не заметил я залетел или откат вот люма я так понимаю у тебя самая толстая пускай ее и бьют ххххххл кхххххххххххххга закинула вот это 3 мунку 6000, очень неплохо Это считай, не в раскол, так что да, действительно неплохо Ого, рок, соло вынес Да, тоже задумался прокачать его У меня есть очень много корма для него Хотя бы для вулкана, для того, чтобы он быстро пролетал Так, попробуем снизить атакбар Есть, прошло И, кстати, мой совет, вот смотри, видишь, да То есть это вторая волна И остается там 1-2 монстра Старайся не использовать там какие-то вторые скиллы, третьи То есть добивать первыми скиллами для того, чтобы на боссе у тебя не было отката То есть это тоже, назовем его так, не чит Но достаточно неплохой вариант для того, чтобы пройти босса Вот, то есть сейчас все скиллы должны быть готовы Итак, у нас сама Бреди, которая бьет достаточно сильно своим скиллом Так, что мы сделаем? Сначала понизим, наверное, скорость Всем, да? Попытаемся На двоих залетело Будем убивать сначала миньонов Я не помню, просто скиллы всех этих Пингвинов, а не пингвинов Назвал же кто-то И вот смотри, к примеру, Боретта, когда ты только его эвейкнешь Он уже сможет закидывать по 2 дота на каждого Следовательно, ты с одного Боретты, каждому персонажу, если на всех залетит, снимаешь 30% хп за 3 хода Это очень неплохо Так, попытаемся Нет, не прошел скилл Так, сейчас будем контролить Видишь, не везет немного Да, ты видишь, очень сильно бьют Здесь, по сути дела, ничего не сделаешь Нужно больше контроля для того, чтобы все его миньоны стояли в стане И когда ты оденешь Боретту плюс Шенон Плюс советуете, естественно, кого-то променять Это либо Роака, либо Тревора на еще какого-то персонажа Особенно, который хилит К примеру, попытайся сделать Ахмана Либо Белку, Белодеона На него СД И говорю тебе, говорю всем Не ищите, пожалуйста, на 444-м канале 888-м и тому подобное Русских каналах СД Их там, по сути дела, не бывает Попросту почему? Из-за того, что людей играет там мало Шанс словить у вас СД Будет больше в разы Там на 100-м, 101-м, 110-м, 120-м каналах Там больше людей играет Да, они англоязычные Но я не думаю, что нужно великих познаний английского Для того, чтобы написать там Look for SD Белодеон и тому подобное Ну, здесь по-любому мы проиграем Я просто смотрю, что может сделать эта пати Плюс, естественно, руны неплохие Ну, уверяю тебя, на твоем этапе на 30-м уровне Ты уже на 30-й башне Плюс босс не самый легкий Это уже неплохо Я, по-моему, на своем 30-м этаже Вообще даже еще Не то, чтобы о башне не слышал Я ее даже не посещал Хотя надо было Это тоже неплохой буст по кристаллам Плюс боссы дают свои плюшки Так, а ну сейчас попробуем Сработает ли на нее Нет, опять резист И люме, вот твои люме Нужны немного больше точности Для того, чтобы она могла откатывать скиллы Боссам и там, таким тяжелым монстрикам Ну, в принципе, я же говорю Вот как-то так получилось Да, не получилось Ну, ничего Сейчас ты раскачаешь, к примеру, та же Хлоя Заедет очень хорошо сюда Она и подхиливать будет И иммунитет кидать Достаточно неплохой вариант будет Итак Ну, вот и все, что мы хотели снять на сегодня Всем спасибо Всем удачи Всем побед на ГВС Вызовал вот вам Таких неплохих С 20 свитка Всем Хлой Хотя нет, не всем Хлой Потому что все-таки Если у каждого будет Хлоя на арене То мне будет тяжелее Так, всем спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok